Мнение вместо мамы, потому что, мне кажется, именно для детей, которые отказники, без родителей, для них важно обнять ребенка, показать, что ты его любишь, что есть хоть кто-то в этом мире, который хотя бы какое-то внимание и уважение к этому ребенку проявляет. Медицинский халат, шапочка и маска – привычные атрибуты для медика. Но Елена Бейня не медик. По образованию она швея и почтальон с 11-летним стажем. Судьба распорядилась так, что своих детей у Елены нет. Возможно, еще поэтому к каждому ребенку она относится как к родному и нашла свое призвание именно здесь, в Брестской детской областной больнице. Когда ей предложили работать в проекте, думала долго, переживала, справится ли, но все же решилась и ничуть не пожалела. У меня сестра работала здесь, в Красном Кресте, нянечка. Я всегда у нее спрашивала, говорю, Катя, как ты можешь? Не знаю, ну не могу, я детей люблю, для меня это очень сложно было. Она мне говорит, Алена, попробуй, у тебя все получится. Не знаю, говорю, я еще долго думала после того, как узнала, что она выйдет замуж за границу, и вот на ее место есть человек как бы нужен был. Ну а потом согласилась, попробовала, получилось. Ну вот работаю уже около двух лет. 13 мая будет два года как. Ну и не жалею. Захар уже два года является одним из подопечных Елены. За это время родная мама к нему ни разу не приходила. Но это не повод оставлять ребенка один на один с его трудностями, уверена няня и добавляет. Каждый из детей заслуживает право на материнскую любовь и заботу. Программа «Няня вместо мамы» реализовывается у нас в конце 2017 года. За это время оказана помощь, если так можно сказать, 745 деткам. Эта программа реализуется в республике в 20 учреждениях здравоохранения. Работают 21 няня. Привычный день Елены складывается из обычных для каждой матери хлопот. Накормить, переодеть, прочитать сказку, а иногда и просто приголубить. Дети из третьего педиатрического отделения Брестской детской областной больницы давно для нее стали как свои. За ними она ухаживает, им сопереживает. И для нашей героини это не в тягость. Такая работа приносит радость и ей, и детям. Проект существует благодаря пожертвованиям с медиаплатформы «Имена». А значит, каждый из нас может вложить в это доброе дело свою, пусть маленькую, но искреннюю помощь. И поддержать тех, кто в этом действительно нуждается. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.